Двух нетрезвых мужчин, а они оказались известными в городе предпринимателями, он получил увечи. Сейчас бывший сержант твердит, что симулировал побои. Юрий Катаев его не бил. Здесь есть предприниматели, которым можно всё, а другим нельзя ничего. То есть, если кто-то может составить конкуренцию, на него сразу оказывается большое административное давление. Так или иначе, массовая драка стала поводом вызвать ОМОН. Кто с кем хотел разобраться, так и осталось непонятно. И, возможно, прокуратуре удастся найти ответ на этот вопрос. Впрочем, жители Благовещенства требуют независимого расследования. В противном случае обещают сами начать искать своих обидчиков. Которые действительно участвовали, они, если сами не снимут маски и не придут с повинной в прокуратуру, то они останутся вне правового поля и последствия будут, будем говорить, трагическими. Но маску на этой неделе, похоже, снял сам президент Башкирии. Он, наконец, заговорил с трибуны Курултая. Муртазар Ахимов прервал доклад прокурора о беспределе милиции, высказался и по поводу общественного расследования, и по поводу правозащитников. А прокурору дал поручение выяснить, кто финансирует правозащитное движение в России. Потом этих же, так называемых, правозащитников, они ведь нигде не работают. Десятками лет не работают. Поэтому ваши тоже задачи выяснить, за счет чего живут, откуда деньги берут. Ставит ли Муртазар Ахимов проверять, кто финансирует совет по правам человека при президенте России, неизвестно. Но приезд этой комиссии в республику вызвал недовольство у местных чиновников. Эллу Памфилову настойчиво отговаривали встречаться с жителями Благовещенска. Надо, чтобы люди несли ответственность за то, что они били там дубинками этих несовершеннолетних ребят. Но в первую очередь, еще раз повторяю, надо наказывать тем, тех руководителей соответствующих ведомств, которые дают такие приказы. Рядовых милиционеров подставили, и об этом Памфилова пообещала доложить президенту Путину. Артем Высоцкий, Алексей Фоменцов, Георгий Андронников. РЕН-ТВ, программа «Неделя», Башкирия. Братская Белоруссия снова оказалась в центре внимания. Президент Лукашенко, который уверенно держит курс на изоляцию страны, принял новое нестандартное решение. В духе известного рекламного лозунга «Могу любое, предпочитаю отечественное». Правда, лозунг этот приобрел в Белоруссии добровольно принудительный характер. Сначала Лукашенко распорядился выделить зарубежным товаром и даже песням лишь 25%. Все остальное, хоть в магазине, хоть в радиоэфире, должно быть свое, белорусское. Теперь Батька пошел дальше, разобравшись и с импортом, и с экспортом. Пограничные барьеры возникли перед главным достоянием республики – женской красотой. Возмутившись обилием иностранных красоток на рекламных плакатах, Лукашенко призвал Шири использовать своих. Почему-то первым результатом президентского призыва стало закрытие модельных агентств. Красота по-белорусски. Репортаж Леонида Канфера из Минска. Здесь была Синди. Не наша девушка рекламировала, не наши часы. Она попалась на глаза проезжавшему мимо президенту Белоруссии и ее сняли. Так, как нигде еще не снимали. Вместо Кроуфорд теперь агитка по правилам дорожного движения. Модельные агентства поняли это намек. Наведя порядок в политике и экономике, Александр Лукашенко взялся за культуру. Несмотря на то, что у нас пруд, пруди красавец, работы для них хватает. И чтобы у Павлова не несели эти француженки с замыскными лицами на каждом перекрестке. Раз, два, три. То есть у тебя какой-то ритм должен быть, понимаешь, ты вот как-то должна более уверенно так вот ходить. Обычная школа моделей в бункере обычного ночного клуба. За символическую плату, иначе прогоришь, модельное агентство два раза в неделю арендует два часа в дискотичном зале. На завтра выпускной подиум и вручение дипломов моделей. Дефиле, госприемка. Жюри в роли потенциальных заказчиков, модных журналист, фотограф, арт-директор рекламного агентства, директор фитнес-клуба и молодой писатель просто пришел посмотреть. В будущие модели здесь принимают всех желающих, правда без гарантии последующего трудоустройства. Перемены и вовсе грозят сделать будущих моделей невыездными. Тогда уже не за коварной заграницей, а здесь, в Белоруссии, придется браться за любую работу. Фэшн-индустрия на самом деле здесь нет никакой. Для девушек показы в клубах это просто за счастье. Всем коварно! Топ-модель Юлия Редькина. Она закончила модельную школу, поработала в Европе, ежедневно фитнес и изнуряющие диеты. А сейчас чувствует себя, как олица в зазеркалии. Мы долго-долго бежали, чтобы в конце концов оказаться на месте. Модельный бизнес это женская армия. Если целиком себя посвящать, то нужно за границей жить постоянно. А почему за границей? Нельзя здесь просмотреть? Ну здесь мало работы, чтобы целый день быть зенитой. То есть это как хобби в Минске. Режиссер Владимир Янковский. Главная надежда белорусского модельного бизнеса. Получить приглашение в его ролик или видеоклип престижно, хотя по западным меркам и не очень денежно. Зато заметит. Он единственный, кто снимает для заграницы. Хорошо и дорого. Собственно, белорусская реклама, как и белорусский бизнес, который год балансирует на грани банкротства. Ну клипы снимают какие там? По 500 долларов на видеокамеру. Хом-видео. Понимаешь, что это такое? Такие клипы. Ну смешно вот. Реклама в Беларуси давно уже не двигатель торговли. Она живет по другому закону. Купляйте белорусское. 75% должно быть от отечественного производителя в приказном порядке. Если телевизоры, то горизонт. Если женское белье, то миловица. Если часы, то обязательно луч. Что рекламировать, а главное зачем, если белорусское покупают и так, а что делать? А коварный зарубеж не видит смысла тратить рекламные бюджеты на вчетверо урезанный рынок. Назад в будущее сделано в Беларуси. Символика вроде бы старая, советская, но вместо БССР здесь написана Республика Беларусь. То есть верной дорогой приходится идти самостоятельно или, как здесь говорят, незалежно. Вместо конкуренции рынка государственное регулирование в политике, в экономике, а теперь и в культуре. Для одних это поддержка, для других занавес. Добрый вечер, мой хороший. Рады сустретшей с тобой. Что рассказать тебе сегодня? О, придумал. Это будет английская казочка, которая называется «Лясный злодий». Слушатель переключается с FM-станцией на кассеты и диски, поскольку поддержка всего отечественного добралась и до шоу-бизнеса. Томный вечер с Тамарой Лисицкой, прайм-тайм эфира. Но даже полюбившийся томный голос ведущей не спасает от снижения рейтингов, рекламы и прибыли. FM-радиостанциям предписано, чтобы три из четырех песен каждого часа были местного производства. Как ни крути, все равно все каким-то образом чудесно выкручивает в лучшую сторону. Я хочу верить, что как-то... А что мне остается делать? Скажи, мне остается делать... Нет, я все равно его люблю, собственно, как и все происходящее. Андрей Холодинский, музыкальный редактор «Альфа-радио», составляет плейлист эфира, который затем должен отправить на отчет в Министерство информации. Станция уже получила предупреждение за срыв белорусскости в эфире. После второго и третьего – лишение лицензии. Количество отечественной музыки в качество пока не перерастает. Я уже пиарю этого парня, не знаю сколько мне... Говорят, ему в ближайшее время должны вручить награду. Ну, то есть дальше можно не продолжать, я так понимаю. В отсутствие нужного объема качественной музыки диджеи, как под копирку, затирают до дыр популярную классику. Сибры, зубры советской эстрады придают старым песням новое звучание. По-современному делают ремиксы. После развала Союза они выпустили еще много альбомов, но все равно их помнят по «Олесе» и «Глухарям». А я лягу-прилягу, край гостинца старого, над ухмяным прокосе недоспелой травы. И все будут петь ее вместе со мной, эту песню. И будут петь еще долго, точно так как «Олеся, Олеся, Олеся», так птицы кричат. Государственный народный ансамбль песни «Танцы хорошки». 30 лет они являются визитной карточкой Беларуси, получая государственные зарплаты и государственное финансирование, которое приходится делить на все больше частей. Государство этого мало, оно берет под свое крово все новых и новых нуждающихся, которым само Жене дают встать на ноги, и предлагает довольствоваться малым. Других предложений нет. Леонид Камфер, Борис Плохов, программа «Неделя», РЕН-ТВ, Белоруссия. В Санкт-Петербурге сегодня милиция задержала нескольких участников акции протеста против монетизации, не пенсионеров, а молодых людей из НБП «Яблоко» и движения «Идущие без Путина». От прежних обвинений молодежи в ополитичности, похоже, скоро придется отказаться. Молодые штурманы будущей бури, как сказал бы Ленин, уже появились. Они не хотят быть ни правыми, ни левыми, они хотят быть другими. Они участвуют в прямых акциях, как лимоновцы, готовятся провести 23 февраля день дезертира и собираются в клубе без партшколы, чтобы поговорить о политике. Кстати, именно на этой неделе вышел в широкий прокат фильм «Русская» о молодых годах лидера партии национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Возможно, в иные времена у вождя НБП было бы мало шансов стать кумиром молодежи, но сейчас время, точнее безвременье, особое. И, наверное, не случайно автором фильма стал сценарист едва ли не самого громкого российского сериала «Бригады». О новой молодежной политической тусовке и ее кумирах Алексей Кудашов. По воскресеньям их можно увидеть в бич-парке рядом с площадью трех вокзалов. Их нелепые костюмы, то ли реклама «Единой России», то ли культы египетских богов. Поначалу их и принимали за секту. Случайный прохожий посмотрит на странные плакаты, поспешит прочь от неприятного запаха. В это время здесь собираются бездомные со всей округи. Активисты движения «Фуднотбомбс» принесли еду. Еду вместо бомб. Маски животных – символ вегетарианства. Под масками обычные лица московских студентов. В мисках бомжей, рагу из овощей, никакой идеологии. Просто культура милосердия – один из элементов новой молодежной контркультуры. Облаянные всеми собаками две тени скользнули в подвал. Местное управо ставит галочку в графе «Работа с молодежью» и не берет с клуба деньги за аренду. Администрация клуба не берет денег за вход. Название клуба просили не упоминать. В пятницу и субботу будет два фильма «Мамонрия». Странное место. Вместо барной стойки – черно-белый орфей, жанна как то. Кино не для всех, но они и есть не такие, как все. Если прошлое поколение выбирало «Пепси», то современное поколение хочет понять, что оно хочет. Питт соглашается на интервью только на условиях анонимности. Он близок к московским «Антифа». «Антифа» – группа молодых антифашистов. Карательный отряд – сил добра. Не любят нацистов и бритоголовых. Частые стычки рождают проблемы с милицией, для которых «Антифа» – те же экстремисты. Поэтому все, что связано с властью, не котируется. «Котируется» – это такое словечко из сленга. Котируется отказ от алкоголя и работа в хосписе. Не котируется публичная политика, шоу-бизнес в частности и бизнес вообще. Главное – не быть общим. Вот так вот. Не быть общим местом. Кроме «Антифа» в таких подвальчиках встречаются стрит-эйджеры, панки-трезвенники, веганы, жизнь без мяса. И просто одиночки, для которых ориентиры светлого будущего сместились далеко в сторону от модных клубов и новой линии «Дольче Габана». Еще одно платье от «Диор», еще одна рубашка от «Этру», и ты окажешься в нем. Не, нифига. Наверное, мир перевернулся, если главный редактор главного путеводителя московской тусовки пробует на вкус новое тревожное качество жизни. Ощущение неуверенности, ощущение как бы нарастающего вала этих плохих новостей и отсутствия надежды на то, что этот вал восстановится – это как бы просто вещь, которую ты чувствуешь. Лицо с обложки последнего номера афиши Эдуард Лимонов смотрит вдаль, где его ждет теперь уж наверняка прижизненная чагиваризация. Он в финальных кадрах идет к чагиваре, я бы так сказал. Камера! 46, дубль один. Начали! Говорят, у сценариста бригады Александра Верединского какое-то чутье на героев нашего времени. Выстрелив по телерейтингу бандитской сагой, он взялся за экранизацию лимоновских рассказов. Критики пишут, Верединский сделал с Лимоновым, что Зощенко с Лениным. Добавил витальности, превратил в элемент поп-культуры. На неделе в кинотеатрах фильм «Русское» – детство Вениамина Вича. Господи, сделай так, чтобы моя жизнь была необыкновенной, чтобы я всегда побеждал, был самым-самым героем. Ошарашенный такой наглостью Бог не смог отказать подростку Савенко. Душа у меня согрета, когда я вижу, как стоит бабулька и держит капитализм дерьмо. Это же наш лозунг, мы выходили с ним в 89-м году, а сейчас там они бегут «Россия без Путина». Это тоже мы выдвинули впервые. На столе пасьянс из старых фотографий. Подросток Савенко, бисексуал Эдичко, маргинал-революционер, которого обвиняют в политическом совращении несовершеннолетних. К энергии стеклась молодежь, безусловно. К энергии, к злой, веселой партийной борьбе. Этой зимой они сами постучатся в дверь, как Павел и Ольга обойдут десятки подъездов. Кто там? НБП. Что, не ждали? Добрый вечер. Мы зациал-большевистской партии собираем подписи в поддержку ребят, которые представили против отмены льгот. Мы подписи собираем в поддержку политических заключенных. А вы слышали про нашу акцию в Минздраве, когда наши ребята захватили кабинет Зурабова? Ой, простите, как они кандидаты. Заполнить анкету для Минюнстона нужно брать 50 тысяч человек. 50 тысяч фамилий и национал-большевики выиграют партийный турнир по версии российского Минюста. Их лидеру в жизни не повезло только с эпохой. В Москве подросток Савенко оказался на закате оттепели. Что называется, не попал на революцию. Как Пушкин не попал на восстание декабристов, потому что заяц дорогу перебежал. Такие герои, наверное, только в России. Таких, как мы, вообще нет. Вот, кто посмотрит, тот поймет, что я сказал. Речка, небо голубое, это все мое родное. Из другого кино, но тоже однозначно русское. Примило, уныло, депрессивное, как бесконечные ряды березок вдоль дороги. Они мелькают, как прожитые годы, уноси жизнь куда-то вдаль, но все время мимо, мимо. Вот он, особый русский путь. Судьба рожденных мимо революции. Новые герои злые и молодые. Они хотят революцию сейчас и стучаться в закрытые двери. Ты что, прямо сейчас нас заплатил? Ну, желательно, да. Открывает примерно каждый пятый, заявление в партию подписывает, в лучшем случае, один на подъезд. Но даже так нацболы придут в каждый дом. Лимоновцы, как и антифа, тоже часть новой молодежи, которой не все равно. На этом сходство кончается. Одни хотят изменить мир вокруг, другие себя в этом мире. Эти миры пересекаются там, где Эдуард Лимонов рифмуется с повелителем покемонов. Очень похож такой он сидит, злой такой, большой, весь знаменитый. Вот, и вокруг него такая целая туча покемончиков, которыми он управляет. Говорит, идите захватывайте власть там, вперед, мои верные крысы. Ну и эти маленькие зомби там бегут, там флажки вывешивают, попадают в тюрьму. Айтичка потом, мои зомби захватили, что же делать? В жизни всегда есть место подвигу. Антифашист Володя, среди своих известный как Укроп, пришел на пресс-конференцию нацболов и понял, чем не место. Сидел я непосредственно здесь, вот, буквально в нескольких метрах сидел Эдичка. Когда Укропу дали слово, он решил, что действие громче слов и метнул в лимонное пирожное. Такая вот вышла антифада. Алексей Кудашов, Георгий Андроников, Анна Кукленко и Александр Натсадный. Неделя РЕН-ТВ. Это программа неделя.